добрый день друзья в этом видео я хотел показать как можно делать матовое лаковое покрытие не всем работам идет глянцевое покрытие белым светлым точнее масляным работам не идет глянец как правило идет такой полуматовый или матовый даже вот я на днях вот на примере этой козы на днях я нарисовал буквально неделю-две назад наверное вот она как только высохла можно покрывать акриловым лаком художественными лаками домарными акрил фисташками покрывать сразу нельзя нужно выжидать от нескольких месяцев до года кто как особенно зависит от слоя вот здесь кстати слой достаточно местами приличный акрилу все равно то есть у нее акрил не натягивает не не разорвет не даст микротрещин не поднимет краски не размоет то есть акрилу выжидать не не нужно какое-то время и об этом более подробно когда-то говорил в каких-то видео вот лак акриловый очень прочный я сейчас говорю о альпине это акриловый лак для паркета глянцевый очень крепкий очень качественные я перепробовал многие лаки если не брать художественных которые очень дорогие они в принципе ничем не отличаются от акрилового лака такого какого-то строительного или вот данном случае паркетного это акрилат растворенный в воде там есть пластификаторы какие-то добавки в общем точно такой же состав как и в художественных акриловых лак вот так что я к тому что перепробовал многие вот этот ну это практически наверное самый лучший который мне попадался он густой он очень прочный нет запаха очень глянцевый хорошая ангезия к маслу в отличие кстати от от акриловых красок которые не ложатся на масло поскольку в нем там есть достаточно большое количество и наполнителей и самого пигмента у него клеющая способность при прилипающая способность не очень высокая у акриловых лаков она намного выше это вот реально как очень хороший клей где-то я делал уже подобные эксперименты как держится акриловый лак на масле приклеивал ну просто на поверхность масляную разливал акриловый лак даже более плохие не альпина я сейчас возможно даже попробую для этого видео сделать эксперимент как альпина держится на масле если не поленюсь я даже вгт делал намного хуже акриловый лак вгт это он тряпочка приклеенная через этот акриловый лак на масло отрывает он не сходит как таковой он сходит вместе с маслом он рвет масло то есть адгезия прилипания идеально вот это что касается покрытия акрилового масляных работ я этим пользуюсь широко у меня аллергия на всякие домарные и акриловый лак просто вы многие понимаете запах чудовищного этих лаков вот а этот блестит точно также вот гляньте тут я кстати не добивался это одно покрытие всего лишь вот я не знаю как покажу вот что окно отражалось лампа вот видите здесь всего лишь одно покрытие если еще один раз слоем покрыть не до прихватывания просто покрыть и оставить высыхать будет блестеть точно также как и акрил стирольный домарный уже сравнивал на темном один в один глянцевость то есть поднимает цвет тени точно также как и художественные домарные фисташковые лаки вот я почему на этой работе хотел здесь много темных мест и они достаточно выпукло написаны бликует не очень хорошо то есть такими как бы кусочками видите наверное вот как вам сказать вот не знаю видно будет или нет как бы по отдельности как мозаика такая как стекла разбитые вот здесь у меня нет сатиновых лаков они есть в продаже художественные сатиновые там из баллончиков но можно сделать просто акриловым лаком сейчас я вам покажу как можно попробовать особенно это удобно на малых работах на больших я пробовал сноровка нужно на малых работах это вполне удобно так вот можно это сделать сразу по окре по работе маслом можно покрыть сначала вот в один слой глянцево а потом сделать матовое покрытие и так так вот нам понадобится чистая губка вот у меня тут кошки бегают надо смотреть чтобы волос не было шерсти вот кстати покрывал тоже работу этой альпиной вот она высохла на губке с одной стороны вот такая твердая мощная очень эластичная получается попробуйте вот это очень хороший лак альпина говорил или нет это по лицензии по немецкой технологии делают в белоруссии качество очень хорошее как и многое что делают белоруссии вот смотрите берем определенное ой полное количество лака не очень большое это опытным путем тут невозможно определить сколько нужно этого лака ты возможно даже перелил но губка большая на в себя возьмем растираем по поверхности равномерно чем больше картина тем более оперативно придется делать работать ну можно справиться с большими работами я покрыла матовым большие белые работы до метра вот теперь нам нужно растирать в разных направлениях и ждать когда начнет подхватывать подхватывать то есть склеиваться выходят вода и он акрил начинает густеть вот я здесь слегка лишнего налил поэтому этот этот момент наступит возможно через минуту можно или подождать или немножко вот так вот воздух погонять или даже феном попробовать по но если некогда я наверное подожду доля поперед нужно будет вот эту глянцевость на нарушить этот момент вы увидите да что важно вот я я стою меня окно вот вам нужно напротив света расположить картину чтобы хорошо проверить все участки чтобы вот этот эффект матовости глянцевости был равномерно на всем на всей поверхности это касается когда вы лакируете глянцево чем не важно чем лаком художественным или этим акрилом вот я смотрю так кстати вот началось прихватывание начался этот момент я уже не всей поверхностью здесь много лака вот он прям беленький такой я вот этой вот ровной стороной делаю вот эти движения пока еще блестит но уже прихватывает можно взять кстати другую губку сухую уже сухой губкой матировать если назовем это так делать матовое сатиновое покрытие матовое конечно не получится именно жестко матовое но такое спокойное сатиновое но такой средний эффект матовости добиться легко вот уже конкретно подхватываем губку прихватывает точнее чем дальше тем легче нажим равномерно смотрим чем больше вот этого делать процедуру тем сильнее эффект будет но повторюсь до определенного момента совсем матово у нас не получится так наверное все можно подсушить феном вот подсушили смотрим вот попробую показать вот что у нас получилось отловлю окно вот поймаю молок но смотрите видите уже блеска как такового такого дурноватого уже нет вот угол да вот угол покажу вот уже более равномерно нет вот этих исчезли блеск плоскостей вот этих от мазка вот что у нас получилось то есть намного спокойнее в то же время видно что это масло что это него аж какая-нибудь то блеск остается еще немножко если я продолжил вот эти движения было бы еще немножко более спокойно вот если эффект вам не понравился или какие-то вдруг полосы получились ну вот есть большой размер такой может где-то вот матово где-то немножко блеск такой вообще не переживайте потому что вот так подсушили далее постоять там часик можно или если феном то можно там пять минут просушить вот и и покрыть заново тем же лаком тут слоев слои очень тонкие получаются главное не переливать вот этого лака тут как у меня сейчас получилось немножко перелил слои тонкие достаточно и можно опять же глянцевой сделать или опять матовая вот как как получится как 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 вам необходимо хоть раз десять покрывайте главное повторюсь не очень не не злоупотребляйте вот картинка тоже зачем-то я ее покрыл глянцем не знаю зачем но белому это абсолютно не нужно почему не нужно бел на белом видео урок кстати есть на моем бусте канале по этой зиме переходите смотрите что хотел сказать на белом белый не от не откликается практически на блеск ну то есть что он есть что что нету под углами не плохо видно а на темном если это рядом с белым видно хорошо поэтому какой-то диссонанс возникает белая не вроде не блестит а темное блестит хорошо если лакирована хорошенько так глянцевым лаком вот поэтому белое считается у художников лучше или вообще не покрывать или покрывать матовым сатиновым вот я попробую повторить эту процедуру вот здесь я кстати налил то столько сколько нужно кстати здесь лак есть это акриловый лак у меня был по покрыт я покрываю эту процедуру хочу немножко сделать более мат и матовое спокойное состояние смотрите нежелательно покрывать работы написанные уже покрытые уже художественного лаком вот если какая-то там домарным лаком покрыта и вы захотели прям поверху покрыть матовым акрилом при желательно тогда смыть этот лак смыть скипидаром смываются художественные лаки прям наливаются немножко губкой раз вытер размыл еще немножко наливается скипидар разнес вытер все лак снят он очень легко снимается вот почему нельзя поверху потому что особенно домарные лаки желтеют со временем вам возможно при захочется желтевшую вот этот слой смыть а уже не получится акрил не смывается точнее есть какие-то специальные смывки для акрила но они настолько агрессивные что смоют и вашу живопись так что если захотите перекрыть блестящую работу под домарным или акрил фисташковым лаком необходимо отмыть маленькие работы очень легко делаются для больших работ можно большую губку кстати взять тогда такую автомобильную автомобильная нет они все круглые не пойдет нам нужен ровный ровный срез смотрим на окошко лаки друг друга не смывают если мы слоями будем что-то один слой потом второй они друг друга не подмывают в отличие от художественных акриловых фисташковых вот этих лаков знаете наверное что надеюсь знаете что нельзя обновить художественные художественные там домарное покрытие взяв еще сверху налив там чего-нибудь еще потому что один лак смоет другой лак то есть они смываются легко пенен который состав размоет размоет предыдущие покрытие в отличие от акрил акрил на к на сухой акрил не поднимает и ничего не ой хорошо хорошо покрылась вот то что нужно исчез вот этот эффект стеклышек разбитых отлично вот нужно смотреть чтобы не было полос таких вот одна матовая вторая не матовая вот прям звук слышите вы здесь я максимально максимально возможный возможный эффект вот этой процедуры попробовал сделать до такого звука резинового вот сейчас подсушим фен очень хорошая вещь в хозяйстве у художника строительный фен чрезвычайно полезная штука выручает вот то что нужно исчез блеск вот этого места который который диссонировал совсем вот глянец вроде есть но это так называют сатиновое покрытие вот когда всегда не блеска такого нет сильно вот да вспомнил я уже показывать не хочу когда-то я и лессировал вместе с покрытием я добавлял капельку сиены можно масло но лучше масло буквально эмульсия получается растер быстренько показать на чем я просто нет таких картин которым нужна эта процедура чего мне не жалко вот эту козу я хотел дописывать вот смотрите берем та же процедура кстати здесь та же история нужно понижать глянцевость она немножко из-за мазочков немножко играет так хватит сначала разносим по всей поверхности важно по все все вся поверхность смочена потом берем капельку капельку где-нибудь на темном месте можно на палитре не хочу палитру акрила умножить вот буквально здесь для данной работы здесь два спичечные головки вот представьте здесь вот две штучки их примерно по по объему растираем происходит процесс эмульгации эмульгирование сейчас чуть поближе покажу вот она вот цвет происходит процесс эмульгирования знаете наверное когда молекулы частички масла не молекулы частички именно мелко-мелкодисперсные частички распределяются в жидкости жидкость вода у нас уже в воде роль воды у нас акриловый лак исполняет потому что там вода есть вот эти две несмешанные несмешиваемые вместе среды они эмульгируются именно вот в таких ну когда капельки одного вещества распределяются в другом это по аналогии с эмульсией как такой как молоко и прочие другие эмульсии в молоке тоже жир распределен молекулы частички вот так объединял именно вот так вот когда ленился лессировать картину она меня все устроило когда-то вот на продажу например а немножко объединенного такого не хватало какого-то объединения чтобы лессировку не делать вот так вот покрывал или глянцево или матово в данном случае матово работу прихватывает вот что мы имеем матовое покрытие с оттенком с нужным когда кстати чем хорошо взяли покрыли по и пони это прекрасно можно дорабатывать картину то есть взял и пиши там смазал можно не смазывать масло ляжет можно конечно обезжирить немножко и потом закрепить опять же таким же слоем акрилового лака то есть будет как бутерброд такой масло акриловый лак опять масло доработки какие-то опять акриловый лак все закрепляет что не очень удобно кстати когда ты пишешь когда ты работаешь взял по если ты покрыл уже художественным лаком все если ты захотел переработать и доработать тебе придется смывать лак иначе если этого не делать что получится у вас будет лак потому что то дописывать будет это будет всегда отличаться по это будет видно чтобы как и заплаточки такие они будут более матовые новые доработки даже если на лаке на каком но если только на лаки писать вот и вам захочется покрыть опять вскрыть лак и вы а как вы покроете если один лак смывает другой то есть ну художественный который на растворите например до марта вот я таких то есть будет проблема только с с этого с баллона покрывать ну или же опять же акриловым лак ему все равно что покрывать он ничего не он химически нейтрально он все склеит но ничего не поднимет ничего не растворит да вот еще работа решил включиться также вот она большая достаточно только что я ее смазал сиеной капелькой для объединения и мне нужно нужно матовость поскольку она светлая достаточно тут блестел угол все остальное не блестела и заодно вот это объединение объединение сиены сиены это марсом каким-нибудь можно коричневым ну вот три минуты а и результат объединилась вот это эти углы уже не так блестят вот здесь блестела слишком вот и плюс такое общее коричневое объединение и затекание даже в такие места не знаю вот наверно камера возьмет не возьмет вот такое напоминает старые лессировки когда краска попадает какие-то такие места скапливается более темное в светлые места углубление светлой краски вот все на сегодня счастливого успехов в творчестве и будьте грамотные технически в своем деле свидания и Продолжение следует...